И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме в One Piece, по счёту у нас будет 587 серия и в комментариях под прошлой серией мне навалили пиздюлей за то, что я забыл, ну когда рассуждал конкретно именно про фрукт Трафальгара Ло и про то, что он может так вот типа там вырезать сердца, да, мне напомнили о том, что всё-таки всё решает воля. Всё решает именно воля того, против кого ты сражаешься. Если воля того, против кого ты сражаешься сильнее, нежели чем твоя воля вооружения, да, то в этом случае ты при использовании своего фрукта никоим образом его не пробьёшь, то есть ничего ему не сможешь сделать, то есть это будет такая имба, но которой ты не можешь никоим образом противостоять. Да, это не дисбаланс, а наоборот привносит некий баланс, при этом что, к примеру, против того, которого ты сражаешься, у него, допустим, может быть воля вооружения сильнее, нежели чем у тебя, да, но при этом та же самая воля наблюдения там слабее, чем у тебя, и это уже сыграет тебе где-то на какую-то пользу, да. Ну, то есть я вот этот вот небольшенький нюанс забыл, почему-то я начал воспринимать волю вооружения, ту волю, которая имеет именно атакующий характер, да, но в большинстве своём, получается, рейлиш, так и говорил, что она имеет защиту, что это самое главное, и её функция — это защита. И просто вот эту вот защиту можно использовать и в нападении, да, вот я это забыл, как-то вылетело у меня из головы, и в комментариях мне это напомнили, то бишь Трафальгар Ло, да, он сильный, но с непрокачанной волей вооружения слабо где-то как-то кому-то он сможет что-то сделать, да, ну, то есть из сильных мира сего. Вот, как-то так. А в этой серии у нас вроде бы намечается бой между Ло и Смокером, поэтому я, ребята, вам всем желаю приятного просмотра, и давайте посмотрим, что нам всё-таки преподнесёт эта серия. Перед главным ходом. Перед главным ходом. Перед главным ходом. на двоя и все еще дышать почему бы тебе просто не добить меня трафальгар только искусный мастер меча может просить о подобном запомни кое-что дозорная и у слабаки не выбираются как им умирать обидно но этим обрубкам тебе меня не достать обидно но правда мотоке разрежу тебя еще больше раз ты этого так хочешь он управляет всем он управляет всем в этой области вам же сказали четко дали ясно понять то что внутри вот этого вот своего пространства которое он создал ему вы ничего не сделаете обратно же все решает конкретная воля да но в целом вот вы такие вот статисты нихуя ему не сделайте он управляет всем крутит лепит все это делает как ему удобно как ему хочется касательно ее то что он ее разрезала она просит его себя добить и убить потому что видишь ли обидно к мечнику быть разрубленным да и при этом оставаться в живых но тут не совсем честный что ли бой ну если ты как бы ты считаешь что ты мечник и считаешь где-то как-то его мечником это не совсем честный бой потому что он использует свой фрукт и разрезает вас на огромном расстоянии то есть ему не обязательно подходить к тебе близко да и это уже кто не состыковывается в рамках именно сражений на мечах да вот это это совсем иное это своеобразное такое где-то какое-то читер да понятно вы не договаривались биться на мечах да вот но вы понимаете в какой степени я говори то есть читерство то есть тебя считай как бы не разрезали по правилам это так вот можно это сказать если бы вы договорились сражаться непосредственно именно на мечах то вот это было бы не читерством поэтому как бы все нормально не стоит себе погибать ничего вы не сможете мне кажется смокер вступится это было очевидно это группа поддержки это пиздец хирург смерти трех ольга орло ты всего лишь пират не пытайся играть с дозором а я чувствую а наконечник скайроссеки в наконечнике твоего дзюте а знает что он сделал он делает определенную какую-то замену поменялся местами поменял себя на какую-то эту вот дощечку которая находится в пределах этого пространства которое он создал может перемещаться по нему как угодно телепортироваться андорога стыку чары куни в твою меня на пути лица адмирал смокер капитанчик надо уходить мы здесь бессильны белый удар выбирайтесь из этой сферы хорошо ебать вы их разделе все пират и всех бросают под одну гребенку да все пираты хладнокровные убийцы сказал тот кто только что пытался доебываться до этих пиратов стрелял в них хотел их потопить да то есть не то что они сами до него доебались он до них доебался и он напал на них с намерением убить они не погибли вышли не дали вам пизды прям сильно просто-напросто забрали одежду ну потому что ебать холодно тут как бы ничего против не имею и оставили вас в живых как-то чё-то не состыковывается да только я один это чувствую что не состыковывается что-то ну по его словам что все они хладнокровные убийцы типа ты ты лежишь живой блять то есть чё ты говоришь про убийц а ты живой лежишь вместе со всеми своими товарищами все твои товарищи тоже живые мы должны доложить обо всем мастеру все кто еще может стоять за мной ледяные земли группа луфи я слышал какой-то грохот может это санджи остальные эй крокотавр ты правда не знаешь а он его надрессировал крокотавр ладно тогда беги быстрее к тому зданию что видел друг а мы должны спасти на нее остальных какое унижение проиграть выскочкам вроде вас выхлотнокровно ограбили моих людей добра в них все что было подлые разбойники кольца что было одежду блять все на нас все что было до остынся бы хоть немного крокотавр да в руке не чувствуешь холода потому что у тебя нет кожи зачем тебе это бальто надо мне жаль нами и остальных когда их похитили они ведь тоже были без теплой одежды надеюсь всех руки и ноги не отвалится из-за обморожения надеюсь да надеюсь свои отвратительные мысли при тебе но они там с повиненными сердцами делать глоссальный смотрер затеяли серьезный поединок по плану он должен был просто выпроводить их вон кроме того пошло не по плану из бисквитной комнаты столкнулись зло и остальными прямо возле главного входа дозорные видели детей до этого я боялся больше всего теперь они знают что на острове происходит что-то неладное даже если мы убьем смотрят дозор поймет что здесь что-то не так как я и думала так то это птица про нее и забыл на были они теперь нам нужно быть более осторожными она постоянно ходит дракон вегапанка и патрульный отряд кентавров коричневой бороды потерпели поражение что дракон вегапанка другими словами у тех пиратов что вы захватили на корабле были товарищи которые высадились пылающих землях то есть дракон это эксперимент вегапанка я пока не понимаю она это все таки где-то какой-то как его зоан или же все таки нет ну потому что остальные на острове которые вот допустим этот полу крокодил полу кентавр да который вот это вот борода остальные тоже какие-то такие типа недокентавры они же не звонщики скорее всего это просто какое-то такое вот скрещивание не знаю то ли ло это где-то скрещивал то ли это вегапанк где-то скрещивал да вот но это не похоже на какие-то званы то есть она тоже может быть не званщиком а просто созданным вот таким вот типа там существом существом виде птицы ну потому что мы не видели чтобы она принимала полностью человеческий облик мы постоянно видим эти вот ноги окуптицы на крыльях птицы и она постоянно в такой форме хотя вот здесь вот туловище типа до верхушки она полностью к человек при этом симпатичный они уже пересекли озеро и совсем скоро будут здесь и они очень сильны вот взгляни это те самые пираты команда муги вары да уверена ты о них наслышан они заклятые враги не только дозора но и самого мирового правительства мирового правительства до их горная репутация может сыграть на руку ну да можно все скинуть на них смокера что-то вынюхивающих здесь на острове мы сможем избавиться одним махом но мастер даже если они всего лишь кучка отбросов убив солдат g5 разве тем самому не привлечем внимание дозора привлечете привлечете только все это можно будет спихнуть перекрутить перевертеть таким образом будто бы это сделали муги вары на них еще большую ненависть дозора правительство направить да в это время вы остаетесь не при делах а вас нигде никто не знает ничего вас не знают и вы спокойно можете продолжать заниматься где такими-то своими опытами нужно будет единственное решить вопрос конкретно именно с этим островом то есть чтобы не думали что муги вары находится здесь чтобы за ними не пришли не пришли на этот остров чтобы все думали что да они были на этом острове они скорее всего проводили где-то какие-то опыты или еще что-то да пришли солдаты g5 то есть остальные тоже то есть оставить какую-то такую вот часть которая донесла бы все в моменте именно не упоминали ло и донесли все дозору так вернувшись что как бы это сделали муги вары и после этой стычки они уплыли с этого острова все на этот остров больше никто нигде как-то приходить не будет нет если до того что происходило на острове свяжитесь джокером есть джокер хочешь больше аниме зайди на анимедию будь героем горы перед лабораторией группа санджи мы сумели выбраться на что нам делать дальше пока не привычно смотрел не да и просто будем бежать дальше и все же что это было это супер странно ребята ну так до смерти замерзнем ну да фрэнки рисует с такими глазами и хватит истекать кровью в моем теле тебя это же касается нами не смей застегивать мою гавайскую рубашку в порядке я поняла истекать кровью в моем теле еще немного братик завитушка стал добрым это пугает что произошло вы будто поменялись телами так и есть похоже именно это и произошло держитесь дети теперь со мной обращаются куда бережнее чем раньше теперь я поднимаю как мёрзнут люди а чё ты теперь понимаю потому что в теле человека и чувствует само собой холод холодно я больше не выдержу и я я тоже замерзла черт не нужно нам было их собой брать когда мы даже не знаем куда идти я об этом говорил я совсем не чувствую холода помните я говорил о том что это куда детей не стоит забирать сразу что нужно сперва разузнать где что как как отсюда выйти как лучше это сделать обломки корабля летают словно листья интересно как там своя на капитанчик как ваше тело соединилось кстати твоя правая рука теперь у меня вместо левой ноги мои руки у кого они теперь черт и вот засада теперь у нас нет ни корабля ни связи я думал что чебукай на нашей стороне вот ублюдок и капитанчик не надо оставайтесь здесь хорошенько запомни ташики пират всегда остаются пиратом пират всегда остается пиратом налогой на на лупе это не распространяется да атака похожая на луфи атаку да что ты здесь делаешь этот остров закрытая территория даже для тех кто работает на правительство луф значит это и вас касается что за дела у тебя на банк я никогда не понимал зачем ты присоединился к шичебукай что ты задумал это идиома я то یا как оно сейчас наш авторитет подорван после инцидента вынес лобби команда мугивары заслужит уважение пиратам всего мира да но клянусь честью в новом мире я их прищучу он получается режет ну не разрезает наверно смокер все-таки потому что у смокера значит воля либо такая же как у него либо посильнее поэтому вот они сейчас с виду сражаются на равных но может же быть такое что тот даже у которого сильнее воля в моменте дать слабину ты же не постоянно по дефолту держишь вот эту вот какую-то защиту да то есть ты можешь ее и убрать для того чтобы ее постоянно держать тоже нужен некий наверное контроль какая какой какие затраты какого-то количества сил а касательно слов смокера о том что пират всегда остается пиратом ну тут я соглашусь именно в моменте когда разговор идет непосредственно конкретно именно о пирате о пирате как таковом луфи да и всех остальных я пиратами не считаю да луфи стал как бы называть себя пиратом и чисто исключительно из-за того что его кто-то вот мечтает быть королем пиратов чисто из-за того что в его глазах шангс это какой-то такой вот не божество нет а огромнейший его кумир да в лице которого он видел человека коим он сам хочет стать да и шанс все не было видно какой-то такой вот жестокости да не было видно такого человека который где-то кого-то грабит он при плане проплывали на остров когда там находился луфи и они тихо мирно и спокойно выпивали более того заступались за вот это вот место где не тихо мирно сидят и выпивают также заступился шангс за луфи и спас его да то есть в глазах луфи это герой это и этот герой является пиратом поэтому луфи желание также было стать пиратом да быть похожим на своего героя и с превзойти своего героя как можно превзойти того кто является пиратом стать королем писи королем всех пиратов вот вот это цель луфи все остальные к нему присоединившиеся за исключением брука тоже не имеет никакого отношения к пиратству да усопа просто отец пират хотел ли он быть пиратам ну да он мечтал но это было где-то какое-то такое вот ребячество да когда он пытался где-то кого-то там обманули собиралась и потом себе команду но у него тоже вот такое мнение потому что у него отец пират но при этом нет в него вот этого вот пиратского у луни у них нет желания где-то грабить где-то что-то убивать нами но она такой стало потому что жизнь нее помотала, да, и ей пришлось стать воровкой, и она к этому привыкла, и, собственно, с этим уже ничего не может поделать, да, но и то она не обворовывает там каких-то обездоленных и ничего такого не делает, пусть является ведьмой. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, в представлении Смокера Мугивары, Луфи и вся остальная его команда также являются такими же пиратами, как он в своем представлении видит и всех остальных пиратов, которые занимаются грабежами и убийствами и вот этим всем. А это неправильно. Может быть, со временем он узнает все-таки, что они не такие. Неважно, кто перед тобой, Мугивары или Трафальгар Лошачебукай, вызвавшийся служить мировому правительству. Пират всегда остается пиратом. Никогда не доверял Трафальгар Лошачебукай. И правильно делал. Не-не, он же логия. Не понял. Алло! Зачем ты здесь, что стоит за всем этим? Мне самым интересно, что стоит. Что тебе нужно на этом острове? А, это такой отвлекающий маневр, да? Хочу спросить у тебя кожа зубая. Что вы здесь забыли? Но причина смокера более очевидная, нежели чем твоя. Вот твоя причина, почему ты здесь находишься и цели вы добиваетесь на этом острове. Зачем вам эти дети почему-то работают на эту дыму? То есть, этот момент куда интереснее. Здесь есть вещи, которые тебе нельзя видеть. Смокер. Скальпелли. Разрезал. Смок разрезать. Разрезал. Сердце? Сердце! Мое сердце! Тут, наверное, либо... Я ничего не собираюсь тебе объяснять. Ума сширы, Кирионе. А что это влияет на пользователя? Он же просто забрал сердце, как бы это же не должно его убить. Это то же самое, что он типа разрежет, бездак, как-то именно участие. Он же не убивает с помощью этого. Да, может. Но он же не делает так. Я все равно не вижу... Я все равно не вижу... Ло плохим. На данный момент. А разрезать он скорее всего разрезал, потому что в моменте просто-напросто смокер дал слабину. То есть Ло добавил наоборот чуть больше силы, при этом из-за невидения за этим вот, типа, за этой вот глыбой, когда смокер не ожидал, что удар будет нанесен непосредственно именно в это место через этот вот камень. И он просто дал слабину, из-за чего у Ло получилось его разрезать. Ну и будем, конечно же, честны, то есть смокер это не сильнейший мира сего в плане где-то каких-то сил и воли в том числе. То есть он на таком, можно сказать, начальном уровне... Да, вице-адмирал. Да, вице-адмирал. Но в моем понимании этот вице-адмирал сейчас куда слабее, нежели, чем Луфи. Намного слабее, нежели, чем Луфи. Вот. А Луфи прокачал где-то как-то воли каждую из них на начальном этапе, на начальном уровне, да? Вот. Поэтому смокер, наверное, тоже не сильно в этом преуспел. Ну и у Ло, конечно же, получилось его разрезать. Пусть он чутка и попотел. Ну то есть понять, почему смокер попал на этот остров и что он здесь пытается добиться, это нам ясно, понятно и так, да? А вот момент экспериментов, момент, связанный с детьми, вот этот вот демок, ло, который здесь находится и почему-то этому всему помогает, да? Значит, преследует и какую-то свою цель, находясь здесь. Это уже совсем иное. Это уже на самом деле интересно и хотелось бы об этом узнать. Но узнаем, когда узнаем, узнаем, когда нам все объяснят и когда нам об этом обо всем расскажут в дальнейших сериях. Сама по себе серия получилась неплохой. В большинстве своем эта серия показывает непосредственно именно сражения между Лоисмокером, но серия интересная, да? То есть происходит не только сама по себе эта битва, плюсом ко всему они еще и общаются. Вот, и с этого общения тоже можно где-нибудь что-нибудь новенькое услышать или где-то по какому-то поводу порассуждать. Так что серия мне понравилась, посмотрела с удовольствием и будем ждать продолжения. Вот, ну а на этом моменте, ребята, тогда буду заканчивать и буду прощаться. Так что надеюсь, что вам понравилась эта реакция и всем доброго дня, доброго вечера, увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok